На протяжении трёх часов Константин Затулин не выпускает телефон из рук. Нужно получить ответ по каждому обращению сочинцев. Галина Чередникова – одна из тех, кто приходит к депутату за помощью уже не первый раз. Сейчас она обратилась к нему от лица жителей Дагомыса, которых волнует отсутствие в посёлке паспортного стола. Напомню, недавно было принято решение создать на этой территории посёлок городского типа, и такая реформа назрела давно. Жители Дагомыса осетовали на то, что им крайне неудобно ездить 50 километров в Лазаревское за получением государственных и муниципальных услуг. Теперь в связи с административными изменениями они смогут получать их непосредственно на месте. Что касается самого паспортного стола, то он появится в Дагомысе в ближайшее время. Сейчас вот всего вопроса не решается только в отношении вот места. Константин Фёдорович сейчас вот сказал сейчас подождать. Я так думаю, что решено. Уж коль такую проблему решили, как сделать посёлок отдельно с отдельной строкой. Проблема паспортного стола в посёлке практически решена. УВД уже выделило двоих сотрудников для работы, а вот с помещением возникли сложности. Место в центре Дагомыса, где ранее паспортный стол и располагался, занято другой организацией. Константин Затулин обещал жителям уладить эту проблему в кратчайший срок. Во-первых, конечно, приветствую решение новой администрации Сочи, которая увидела эту проблему и приняла решение провести опрос жителей о создании посёлка городского типа на месте Дагомыса. К сожалению, с паспортным столом вышла накладка. Надеюсь, она будет разрешена. Сейчас вновь этот вопрос обсудили с заместителем главы города. Я сегодня ещё раз с главой поговорю. Так, чтобы мы нашли решение, чтобы и место, и люди, которые должны на этом месте работать, чтобы они приступили к своим обязанностям. И таким образом мы выполнили обещания, которые давали людям Дагомысе. Следующий приём граждан Сочи Константин Затулин проведёт уже в новом 2020 году. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.